Первое, что я увидел, когда начал интересоваться исламом, это то, что мусульмане верят в Иисуса Христа, мир ему. Второе, что я увидел, это то, что мусульмане верят в одного Бога. Тут нет компромиссов, они верят в тавхид, и у них нет язычества. И я начал читать книгу о чудесах Корана. В ней говорилось, что Коран исключительно от Аллаха. Как только я прочитал ее, аль-хамду лилля, я сказал, «Ашхаду ан-ля-иляха-илля-ллах, ва-шхаду ан-на-мухаммада-расулюллах». Ас-саляму алейкум ва-рахматуллах ва-баракатуху. Братья и сестры, и сейчас я собираюсь пригласить на эту сцену брата Мусу, Мусу сэр Антонио. Он родился в Мельбурне, Австралия. Он был шестым ребенком в семье и принял ислам в 17 лет. Он является отцом двух дочерей, Аиши и Софии. В исламе он уже 5 лет. Сейчас он изучает историю коммуникации и хочет стать преподавателем. На данный момент он является главой мусульманского общества Университета Виктории в Мельбурне, в Австралии. Братья и сестры, я приглашаю брата Мусу сэр Антонио на сцену, чтобы он выступил перед вами на тему «Из тьмы ко свету». Брат Муса, сцена ваша. Да воздаст Аллах благом брату Аисе за его выступление. Начну с того, что, как упомянул брат, 5 лет назад я принял ислам. И я уверен, всем вам интересно, что привело меня в ислам. Было ли это мое собственное увлечение исламом? Были ли это мусульмане, которые сделали да'авад? И как вообще случилось так, что я пришел в ислам? Так что, иншаллах, я раскрою все эти аспекты, как ислам привлек меня, как мусульмане привели меня в ислам. Какие были тому главные скрытые причины? Иншаллах, я надеюсь, что вы не только услышите мою историю, но и извлечете из нее уроки. Иншаллах. Начну с того, что я родился в Мельбурне, в Австралии. Мои отец и мать были итальянцами. Для тех, кто хоть что-нибудь знает о двух странах, Италии и Ирландии, могу сказать, что эти две страны сильнее всех следуют католицизму. Я вырастал и считал, что по численности христианства — самая многочисленная религия в мире, чуть более многочисленная, чем ислам, а католицизм — самая многочисленная группа среди христианских течений. Так же, как и в исламе, есть группы, как Ахли Суноваль Джамаа. Римская католическая церковь — такая же группа, только в христианстве. В общем, я всегда думал, что если мы из самой многочисленной группы, самой многочисленной религии в мире, то мы должны быть на истине. Посмотрите на числа. Большинство людей бывает на более достоверном. Это должно быть свидетельством истинности. В общем, я рос, даже не сомневаясь ни капли, что я, моя семья и моя церковь находятся на верном пути. Как только я стал следовать за мусульманами, аль-хамду лилля, то увидел, смотря на числа, на количество сект в различных религиях, что самая большая группа — это Ахли Суноваль Джамаа, Сунниты, Машаллах, кем мы являемся, аль-хамду лилля. Так что, если смотреть на количество, то мы на истине, аль-хамду лилля. Однако моя семья, хоть мы и считали, что мы стоим на истине, не была очень и очень практикующей. В то время, как мы были христианами или католиками по нашим именам, мы не соблюдали многого. Мы ходили в церковь только на Рождество или Пасху, или когда кто-то умирал, или кто-то женился. Моя семья не уделяла внимания религии. Я посещал католическую начальную школу, когда я жил в Мельбурне. И вы увидите, там очень мало белых австралийцев с английскими корнями. Большинство из них имеют китайское, африканское или индийское происхождение. Так что даже в начальной школе большие христиане были межеством в классах из-за присутствия других этнических групп. Мы тратили больше времени на изучение буддизма и других культур, чем на изучение христианства. Однако, когда мы разбирали христианство, когда мы читали Библию, когда мы изучали религию, когда мы говорили о Боге, мы любили все эти истории о великих посланниках Аллаха, Иисусе, мир ему, Моисея, мир ему, Ибрагиме, мир ему. Все они мне очень нравились, и я слушал их, и они по-настоящему тронули мое сердце. Но у меня не было доступа к тому, чтобы превратить эту любовь в действие. Потому что, как я сказал, мы не посещали церкви, мы не совершали никакой деятельности, связанной с нашей религией. Нам говорили, вы христиане, гордитесь этим? Для многих из нас так оно и было. Как только я закончил начальную школу и перешел в среднюю школу, я уверен, каждый из вас знает эти года, половое созревание, все эти гормоны играют в вас. Большую часть времени вы проводите со своими друзьями, посещая ночные клубы, выпивая алкоголь. Многие из моих друзей, когда мы стали старше, начали употреблять наркотики. Я и некоторые из моих друзей, из-за того, что у нас были религиозные корни, мы обозначали для себя границу, дальше которой идти нельзя. Совершив какое-нибудь маленькое плохое деяние, мы всегда воздерживались от других пороков. Мы всегда идентифицировали себя как те, кому нужно всегда придерживаться лимита. В то же самое время не всех из нас это остановило. Когда ты подвержен плохому окружению, с тобой неизбежно что-нибудь происходит. Те, кто говорили, «Нет, я выпью чуть-чуть», со временем начали употреблять мягкие наркотики, а потом и тяжелые наркотики. И я видел многих из моих друзей, также среди них были и мусульмане, они принимали такие наркотики, как кокаин, амфетамины, героин. И я смотрел и думал, как эти люди могут делать это, как они могут калечить свое тело, потому что я не принимал этого, и моя религия говорила мне держаться подальше от этого. В то время, как я совершал плохие дела, у меня было религиозное начало, и я выстраивал границу, дальше которой я не шел. У меня была подруга, но я никогда не переходил к Зина, при любодеянии. Я знал, что я не могу совершить это, потому что Аллах не хочет, чтобы я это делал. Я всегда мог в некоторой степени остановить себя, и у меня всегда было мало близких друзей, которые вели себя так же. В то же самое время, обладая в своем сердце такой верой, я посещал среднюю школу, и моя средняя школа находилась под влиянием политики. Она управлялась людьми, следующими таким взглядом, которые позже были названы социализмом или коммунизмом. Так что это была очень либеральная школа. Мы были единственной школой в городе, где не носили униформы. Мы не называли учителя мистер Смит, а говорили ему просто Джон. Не было строгостей, у нашей школы не было забора, не было звонков. Они действительно хотели внушить нам чувство свободы. И это то, что навредило мне. Когда я перешел из католической школы и погрузился во всю эту свободу, мне это понравилось. Они сказали, «Тебе не нужно работать, если ты не хочешь». Так что я мог не работать, и не было последствий. Но единственное, что они старались внушить нам, это следование за политикой. И я сказал, «Что ж, если все в моей жизни должно быть связано с политикой, позвольте мне понять ее, прочитать о ней». Они сказали нам, «Вы должны следовать социализму, противоположностью которого является политика консерватизма, крайней формой которого является нацизм». И когда социалисты приходили в наш класс, давали уроки и говорили о своих взглядах, я говорил, «Вы знаете, я верю в превосходство одной нации». Это сводило и с ума. Я говорил то, что очень эмоционально воспринимается сердцами людей. Когда все социалистические партии приходили к нам в общежитии, я всегда спорил с ними, хотя иногда я даже сидел с ними и видел, что они говорят кое-что правильное, а я сидел с людьми, обсуждая политическое будущее, и видел, что часть из того, что они говорят, является правдой. Когда я спорил с ними, в конечном счете я всегда подходил к теме, касающейся религии. Я разговаривал с социалистами, и они говорили самые худшие слова, самые неприятные, которые даже не хочется повторять о том, как они ненавидят религию. Они говорили о Марии, матери Иисуса Мириму, в самой грубой форме, потому что в своей основе они атеисты. Я думал, как может кто-то обвинять религию, обвиняя меня таким образом? Что заставляет их испытывать такую ненависть? Я разговаривал с ними, и они говорили, «Мы верим, что религия — это опиум для народа. Это то, что сказал Карл Марк в своей книге, «Коммунистический манифест». Это ложные убеждения, которые дают им некоторые чувства безопасности». У одного из самых известных философов западного мира также была подобная идеология. Его звали Фридрих Ницше. Фридрих Ницше сказал, «Мы — люди, мы создали богов, мы те, кто дали жизнь богам, и теперь Бог умер». Это были его слова. Он сказал, «Бог мертв». И я подумал, как он мог сказать такое? Что он фактически сказал, это то, что мы, люди, настолько слабы, что в определенный момент времени мы создали Бога, чтобы придать определенный смысл нашей жизни. И теперь, после так называемого просвещения, которое было просвещением, отправившим нас из света в тьму, повернувшим нас от правды ко лжи, в это время мы избавились от Бога, мы больше в нем не нуждались, поэтому мы убили его. Я всегда отвечал им, я говорил, «Вы можете отправиться на родину Фридриха Ницше, и вы сможете увидеть там его могилу. Это Фридрих Ницше. И я говорю вам, Фридрих Ницше мертв, а Бог живет вечно». Аль-хамду-ли-ля. Люди говорят такое. Он говорил, что Бог умер, однако Он сам умер. Так что вы понимаете, что я был в бешенстве от того, что говорят эти люди, привносившие свои идеологии. И когда я погружался в диспуты с ними, им в конце концов нечего было ответить. Они говорили, «Это ложь верить в Бога». Во всех вероисповеданиях есть противоречия. Я каждый раз просил их представить доказательства того, что они не верны. Я ощутил удивительное чувство в преданности своей вере. Я считал, что я знаю больше о своей вере. Я был готов сражаться за нее. И было время, когда нам приходилось драться в прямом смысле этого слова. Были времена в общежитии, когда нас обижали и происходили драки. Иногда все было вот так серьезно. Я подумал, что самое меньшее, что я могу сделать, это прочитать о своей религии, если я готов сражаться за нее так серьезно. Итак, первое, что я сделал, я пришел домой и прочитал Библию. Я открыл первую страницу. Поймите, что в католической начальной школе нам показывали только отдельные стихи из Библии, потому что Библия не очень легкая книга. И они говорили, «Вы читайте только эти страницы и те страницы». Итак, когда я начал читать ее сам, это был большой шок для меня. Каждый, кто читал Библию, скажу коротко, об этом много упоминали такие люди, как Ахмадидат, да помилуйте его Аллах. Некоторые библейские истории с самого начала очень вульгарны. Они почти порнографичны, если хотите. Таким образом, я был молодым юношей, читая эти стихи, и я думал, «Держись, это слова Господа». Это удивительно. История Лута Мириму. История Лута Мириму или Лота, как его называют в Библии, он чист от всего этого, что ему приписали. В Библии же написали, что его дочери удалили с ним в горы от людей, напоили его и совершали с ним зина, потому что они обычно совершали оргии. Ау-зу-билля. Я читал эти строки, и это было то, чего я до этого не слышал. Это та сторона религии, о которой я никогда не думал, что она существует. Но главный шок для меня был, когда я читал библейскую книгу под названием «Второзаконие». Второзаконие — это свод законов, который был дан Мусе Мириму, Моисею. Некоторые из этих законов были следующие. Я увидел, что Господь говорил людям, «Вы должны отращивать свои бороды, вы не должны бриться». Я подумал, что это очень странно, потому что если вы увидите Попа, если вы посмотрите на местного священника, если вы посмотрите на любого католика на этой земле, они всегда начисто выбриты. Что вы думаете об отрачивании бороды? Затем эти законы говорили, что вы не должны пить, вы не должны употреблять алкоголь. И я подумал, что каждое воскресенье священник в церкви дает нам пить вино. И эти законы также говорили, что вы не должны есть свинину, вы не должны есть мясо свиньи. И я подумал, ага, это очень удивительно, так как самое христианское, что вы сможете сделать, это сесть и поесть свинину. Особенно итальянцы, это их основное блюдо. И я подумал, откуда это пришло? Как может быть так, что Господь говорит одно, а мы делаем совсем другое? И где-то в голове я всегда помнил, что евреи не ели свинину. И у меня были некоторые друзья-мусульмане, с кем я рос, и особенностью их религии было то, что они не ели свинину. Это то, что их выделило, а они не делали этого. И Библия говорила нам не делать этого. Однако почти все делают это. Да, почти все едят ее. С того времени я начал соблюдать все эти предписания. Я начал отпускать бороду. Я никогда не мог отпустить слишком большую бороду. Она всегда росла мало. Но аль-хамду-ли-ля, как вы можете сейчас увидеть, она растет. Как только в то время я начал соблюдать все это, моя семья, которая позиционировала себя как религиозные, практикующие христиане, начала говорить мне, зачем ты отращиваешь бороду? Почему ты не ешь свинину? Почему ты не пьешь алкоголь? Я им отвечал, так говорит Библия. Они отвечали мне, да это Старый Завет, мы следуем Новому Завету. Я говорил, как вы можете отклонить одну часть того, что говорит Бог, и принимать другую? Я спрашивал у них, вы поддерживаете гомосексуализм? Они отвечали, нет, конечно. Я отвечал, об этом сказано в Старом Завете, что вы на это скажете? Им нечего было сказать. Я сказал, вы лицемеры. Вы все лицемеры. Вы берете только то, что легко для вас. И аль-хамду-ли-ля, это то, что произвело на меня впечатление, глядя на мусульман, и наложило на меня отпечаток. Они не ели свинину. Даже если, например, они пили алкоголь, они не говорили, что это дозволено. Они говорили, Аллах сказал, что это харам, да облегчит мне Аллах отдалиться от таких дел. Это было, аль-хамду-ли-ля, одно из хороших черт-мусульман. Итак, в то время, в 2000 году, я посетил Ватикан. Ватикан — это район около Рима. Это оплот католицизма. С одной стороны, это был 2000 год, юбилейный год, как они назвали его. У них была специальная дверь в базилике святого Петра. Эта дверь называлась Ля Порто Санта. И они говорили, когда ты пройдешь через эти двери, все, все твои грехи прощаются. И я подумал, как просто пройти через дверь, и все твои грехи простятся. Откуда это пришло? Я христианин. Мне все равно, какие ворота. Мне все равно, что они говорят нам. Откуда из Библии это взято? Откуда взял это священник? На протяжении истории они противоречили друг другу. Они от одного утверждения переходили к другому. Как они могут заявлять о том, что у них нет ошибок? Они же просто люди. Мы следуем только тому, что говорит Господь. Эти мысли сделали меня чужим среди христиан. Самый большой сюрприз произошел, когда я зашел внутрь. Первое, что я увидел, это было тело умершего попа в углу. Что они сделали? Они забальзамировали его тело, чтобы оно сохранялось на протяжении лет. Они навесили на него золото. И что делали люди? Они заходили внутрь и молились мертвому телу этого попа. Ау-зу-билля. Они молились мертвому телу. И я смотрел на это, думая, что это место служит домом моей религии. А я чувствую себя тут так дискомфортно. И что эти люди делают? Как они могут молиться этому телу? Также там стояла статуя. Люди протирали ноги этой статуи. И они говорили, когда ты протираешь, ты можешь загадать желание. Я подумал, как? Да это же идолопоклонство. В здании, которое, по идее, является домом моей религии, ты проходишь чуть вперед, и тебе приходится говорить. Ау-зу-билля. В Ватикане есть место, которое называется Сикстинская капелла. Я удивлюсь, если вы не видели картины в ней. Они называют это пиком искусства Ренессанса. Внутри нее, что там? Если вы посмотрите, там большая картина всех стадий создания. Центральной частью этой картины является рисунок самого Бога и Адама, мир ему. Я, как минимум, знаю 10 заповедей. Вторая заповедь гласит, нельзя вам делать рисунки, нельзя изображать вашего Господа, а в Сикстинской капелле, внутри нее мы видим изображение Господа. Он изображен стариком с большой серой бородой. Это ваше поклонение? Вы учите не делать изображение вашего Господа, и в то же время вы делаете такое. Ау-зу-билля. Это снова идолопоклонство. Я снова чувствовал всем сердцем, что это неправильно. Даже став старше, когда меня учили, что вера должна быть такой, я отвергал это. В то же время я считал себя отдельным ответвлением от христианства. Я был тем, кто верил в Господа. В то же время я не принадлежал ни к одной церкви. Фактически я чувствовал себя отделенным от всех христиан. В это же время я начал интересоваться другими религиями. Это не было так, что я целенаправленно искал какую-нибудь другую религию. Мне просто было интересно читать. Итак, я читал про буддизм, индуизм, синтаизм, зарастризм, но я никогда не смотрел на ислам. Это произошло лишь через некоторое время, когда я встретил некоторых своих друзей-мусульман. И, субханаллах, посмотрите, как сильно он любил ислам. Он сказал, рад видеть тебя. Меня зовут так-то и так-то. Не хочешь ли ты принять ислам? Машаллах! Начинал ли кто-нибудь из нас разговор таким образом? Что ж, через некоторое время я сказал, да, я хотел бы. Аль-хамду лилля. Двери даавата открылись. И когда я хотел узнать что-то об исламе, я спрашивал этих парней-мусульман. Итак, я захотел, чтобы они всегда рассказывали мне про ислам. Однажды мой друг подарил мне книгу. Она была очень большой книгой. Я не помню, какая она была. Все, что я помню, так это то, что это был Коран. Я держал ее в своей комнате, хотя я никогда не читал ее. Однажды мой брат нашел ее и спросил, что это? Должно быть, это Коран. Он взял его, и он с его друзьями сожгли его. Ау-зу-билля. Настолько эти люди ненавидели ислам. Хотя я даже ничего не знал об этой религии. Я понимал, что я не приму эту религию. Потому что, смотрите, как много людей не любят ее. Если вы присоединитесь к такого рода религии, то ваша семья отвернется от вас. Ваши друзья станут против вас. А я был счастлив в той обстановке, где я жил. Но через некоторое время у меня снова появился друг-мусульманин. Субханаллах! Он приехал из той страны, где правил коммунизм. И лидеры этой страны запретили гражданам исповедовать ислам. И он по своему невежеству начал обвинять Иисуса Мериму. Он говорил, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, а ваш Иисус. И он набросился с критикой на меня. Я по-настоящему разочаровался из-за этого. Я решил, что пойду домой и проведу свое исследование. Я найду слабые места его религии и атакую этим его. В конце концов, я начал изучать ислам так, чтобы я смог дискредитировать его. И Субханаллах! Первое, что я обнаружил, когда начал интересоваться исламом, это то, что мусульмане верят в Иисуса Мериму. Это было определенным шоком. Я искал то, что они не верят в Иисуса, а нашел то, что они верят в Иисуса. Я подумал, может быть, это ошибка, и я перешел на другой веб-сайт. Я проверил. Да, они верят в Иисуса. Они верят в Моисея. Они верят во всех пророков. И я подумал, вау, я в 15 лет, 16 лет, 17 лет интересовался этими вопросами, и ничего про это не слышал. И я захотел искать еще больше информации. И главное, чему я обрадовался, второе, о чем я узнал про ислам, это то, что мусульмане верят в одного бога. И в этом вопросе у них нет компромиссов. Они верят в тавхид, и они не утверждают, что какие-либо из пророков были частью бога. Они не говорят, что бог может быть в форме человека. Они не говорят ничего подобного. Но, посмотрев на любую другую религию, вы увидите, что в ней есть эти компоненты язычества. Вы увидите, как иудаизм считает себя монотеистической религией. Но они говорят, что душа иудея или иудейки — это душа Господа. Они верят, что в них сидит душа Господа. Они верят, что они — богоизбранный народ. Взгляните на мормонизм. Во что верят мормоны? Они верят, что они получили послание, что они настолько велики, что могут стучаться к вам каждое воскресенье. Как на Варфоломеевскую ночь. Они говорят, что люди становятся богами. Если ты хороший, то ты становишься богом. Они верят, что бог, которому они поклоняются сейчас, — это человек. Ты должен поклоняться богу-человеку. Как может любой нормальный человек верить в такое? Каждая религия совершает в каких-то местах ширк, кроме ислама. Я знал об этом с самого начала. И, аль-хамду лилля, я стал читать больше и больше об исламе. Я хотел по-настоящему быть уверенным в этой религии. Поэтому я читал и читал, читал, читал. Даже мои друзья-мусульмане подходили ко мне и просили фетвы. Они говорили, «Муса, можно ли нам, как мусульманам, сделать то-то и то-то?» Я отвечал, «Да, да, в Сахихе аль-Бухари говорится так-то и так-то. Субханаллах». Так что я на самом деле хотел быть уверенным. Я хотел удостовериться. Потому что, вы знаете, я не хотел прыгнуть в религию только из-за того, что там лежит на поверхности, а потом отвергнуть эту веру. Так что через некоторое время кто-то пришел ко мне и дал мне видеокассету, где мой брат Абдурахим Грин рассказывал, как он принял ислам. И как только я посмотрел ее, я сказал, «Да, я соглашаюсь со всем, что он говорит. И я более не могу называть себя христианином, потому что на самом деле христианская религия слишком испорчена». Я был нейтральным. Я не был мусульманином, но и не был христианином. Аль-Хамду-ли-Ля. Я был посередине. И в это время я стал объединять мусульманские элементы поклонения с моим поклонением. Когда я молился, я делал сучуд, потому что я был в мечети и видел, как молились мусульмане. Наступал месяц Рамадан. И я даже сказал, что когда придет месяц Рамадан, я буду поститься в Рамадан. И, субханаллах, я пришел к моим друзьям-мусульманам и спросил, «Собираетесь ли вы поститься в месяц Рамадан?» И многие из них сказали, «Нет». Я ответил, «Я не мусульманин, и я собираюсь поститься весь месяц Рамадан. Субханаллах». И они сказали, «Хорошо, мы тоже будем поститься, иншаллах». И я мечтал в тот месяц, что мы придем домой к моим друзьям и будем разговляться, потому что, ма шааллах, у мусульман были вкусные блюда. Так что кухня – это тоже иная форма даавата. И, субханаллах, у меня не было большой в библиотеке книг. Я начал читать одну, которая была о чудесах Корана. И как только я начал читать ее, я как будто приклеился к ней. Я не мог остановиться. И к тому времени, как я закончил ее читать, я знал об исламе, что такое халяль и харам, история о пророках, и то, и это. Читая это, было видно, как Аллах говорит, что эта книга не способна только лишь от Аллаха. И как только я прочитал ее, аль-хамду-ли-ля, я сказал, ашаду аля иляха иля Аллах, ва ашаду анна Мухаммада Расулуллах. И аль-хамду-ли-ля, вот моя история того, как я принял ислам. На этом мы остановимся, иншаллах. Субханакаллахума бихамдика, ашаду ан ла иляхи ла анта, астагфирука ва атому алейк, ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.